Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Добрый день, вот перед «Дневной разворот» в Кирове. Здравствуйте. Здравствуйте. Вторая половина нашей работы. Все те, кто на той стороне эфира, доброго вам здоровья, счастья и так далее. Осторожнее на улицах. Осторожнее на улицах. Осторожнее на улицах, очень скользко, да. Ну что ж, мы продолжаем нашу тему. Наш сегодняшний гость, единственный в студии, первый заместитель председателя правительства Кировской области Сергей Владимирович Щерчков. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Но мы уже успели в первой половине обсудить несколько очень серьезных вопросов, касающихся, во-первых, по просьбам радиослушателей, мы узнавали Янко, да, директор Родины, остается с нами или нет. Ну, спортивный директор. Да, спортивный директор. Как оценивается, да, результат, с которым Родина завершила сезон, мы получили ответ на эти вопросы. Затем мы говорили о Кироваве, да, то есть на сегодняшний момент еще нет, собственно говоря, абсолютной ясности, кто будет заниматься перевозками. Осталось вот четко, совершенно внятно известно, да, мы летать будем за половину стоимости, соседние регионы, столицы соседних регионов летать будем, но пока, знаете, еще есть некие вопросы по тому, кто будет осуществлять, кто выиграл тендер. Вот. Порадовала нас вот эта ситуация, но с другой стороны, как бы, да, и опять же нас порадовало, что мы действительно полетим и в Париж, и в Нью-Йорк. Ну, цены... Ну, это вопросы тактики, а это вопросы будущего. Вот. Хотя, в принципе, представители авиапредприятий из Татарстана говорят, что это едва ли не завтра. Вот. Ну, поговорили о Кироваве, и сейчас мы переходим к теме очень жесткой. Это тема дорог. Вот. Мы пытались в начале прошлого часа о ней шутить, потому что, да, сколько ни делай, все равно весной смоют асфальт. Вот. Ну что ж, давайте будем переходить к дорогам. Давайте напомним про наш опрос и наши координаты. 708-502, номер прямого эфира, номер для СМС 8909-720-101. Писать также можете в наш аккаунт в Твиттере. Опрос, который есть на нашем сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте, звучит следующим образом. Ремонтировать дороги в Кировской области должны. Пять вариантов ответа. Местные специалисты и рабочие. Предприятия из других регионов страны, зарубежные специалисты. Мы сами-то, видишь, без рук не можем ничего делать. Вот. Кто-то сделает качественно, и кто-то сделает подешевле. Ну, такие-таки вот варианты, да. Но я говорю, но меня насмешило, да, зарубежные специалисты. У нас же... Господи же, мы же руки не достаем. Да? Вот. Это вы на меня так смотрели, но меня очень серьезно смотрит Сергей Владимирович. Я даже испугалась, и вот, что-то засуетилась в эфире. Ну что ж, давайте переходить к дорогам. И так, какое количество денег выделено на ремонты? Какое количество километров это будет? Кто будет заниматься и вот об этом вот партнерстве, о том, который вот Дмитрий Русских спорит? Я знаю, что сейчас проблема с дорогами непростая. Расскажите нам, пожалуйста, какое количество денег, какое количество километров планируется, вот. И в чем здесь вот камень преткновения? Давайте я с самого начала многое об этом рассказываю. Общая дорожная сеть Кировской области составляет чуть более 14 тысяч километров. Из них чуть более 400 километров. Это федеральные дороги, так называемая федеральная дорога Вятка, которая проходит от Сыктывкара, уходит на Котельнич, потом на Тужу и на Ешкарлу. Это вот федеральная дорога, ответственность за которую несут федералы. Те дороги, которые соединяют Киров с районными центрами и районные центры между собой, это региональные дороги. За них ответственность несет областной бюджет. Дороги, которые... Все остальные, по большому счету, это местные дороги. Муниципальные. Муниципальные. Есть, конечно, еще частные дороги. Там, например, подъезд, не знаю, к садоводческому товариществу. Ну, я бы сказала, подъезд к частному, собственно, особняку. Да, подъезд к частному особняку. Это частная дорога, да. Частные отрезки дорог. Вот, собственно говоря, сейчас мы говорим о региональных и местных дорогах. Вот на них выделено в этом году 4 миллиарда 92 миллиона. А это много или мало? Это больше, чем в позапрошлом году. Чуть меньше, чем в прошлом. Почему тенденции к уменьшению? И абсолютно недостаточно. Сколько надо? И почему тенденции к уменьшению? Мы достаточно там... Это такие оценочные суждения, сколько нужно. Нужно много, на самом деле. Насколько помню, губернатор говорил полтора бюджета. То есть это около 60 миллиардов рублей, чтобы привезти все региональные, я не считаю местные, региональные дороги в нормативное состояние. 60 миллиардов. То есть это прокладка новых трасс? Нет, это... Это ремонт. Это ремонт. Ремонт. Ремонт уже существующий. Ремонт существующий. А вы знаете, меня все время умиляло. У меня как-то водитель... Я работала у нас водителем на предприятии. И у него кто-то занимался прокладкой дорог. Давно, еще в советские времена. И он говорит, вот мы едем... Особенно, знаете, на юг очень интересно ехать. Дороги, ну, прямо вот таким серпантином, будто мы, знаете, в горах реально. И он говорит... Мне вот этот человек рассказывал, что в советские времена идет дорога. Раз трасса делает такой поворот, и за это как бы дается премия. И поэтому там повороты крутили. Ну, уже вот сколь душа пожелает, чтобы зарплату себе поднять. И действительно, вот почему... Вот когда Володя спросил, мы новые... Ну, это новая прокладка трассы или ремонт старых. Вот, допустим, смотрите, действительно, спрямлять наши удивительные дороги, они бы были гораздо короче. Потому что вот едешь, едешь, в конце концов, я уже запуталась, да, все на севере стартовали, вроде поехали на юг. На юг едем, а получается, что опять на север. И вот мы так много разворачиваемся. То есть вот когда Володя спросил о новых дорогах и ремонте старых, вот, все-таки я бы была за новые дороги. Вы как считаете? Ну, вы знаете, я тоже за новые дороги, но учитывая возможность... Возможности бюджета, там, к сожалению, там говорить о новых дорогах, ну, за небольшим исключением. К сожалению, пока рано. Рано. То есть, короче, вот эти вот, вот эти миллиарды... Нужно ремонтировать те, что есть. Эти миллиарды, которые... Елена, вот, про эти вот замысловатые зигзаги и повороты, тоже слышала свою версию. Вернее, не свою версию, а версию там старших товарищей, которые считали... Это были, на самом деле, ну, люди, которые там прошли войну, и они на полном серьезе, не могу им не верить, они говорили, что вообще, ну, как бы это вот все планируется, там, к танковому нападению. Вот здесь вот будет у нас танк стоять, здесь самоходное орудие. То есть, появится танк, мы выстрелили. И че? В общем, военный фактор присутствовал. Ну, присутствовала там некая... Все-таки мы жили, и основные дороги в Кировской области строились в 60-е годы. Ну, да. Война... Такое, да, жареное было время. Война, вот, она только закончилась. Да, рассчитано на ближний бой, что еще можно, да, танк поставить, из-за поворота его не видно. Из-за поворота раз там танк выехал. А у нас тут самоходное орудие. Все, мы готовы. Мы готовы. И кто же знал, да, что пройдет полвека, и, собственно говоря, да, мы будем лежать как на ладони. За поворотом, без поворотом нас все равно видно, если мы даже размером со спичечный коробок. Итак, ремонтируем дороги. Сумма более 4 миллиардов, что определенно недостаточно. Как будете выкручиваться? Удовольствоваться тем, что есть? Да. Ну, давайте, так, укропненно, как у нас раскладывается, 4 миллиарда, мне тут справочку подготовили, тоже такие укропненные цифры, то есть миллиард 200 из них уходит на содержание. То есть понятно, да, то есть мы чистим дороги, то есть посыпаем, это в зимний период, да, расчищаем обочины, в летний период вырубаем лишнюю растительность, ну и так далее. Со скребаем аварии. Да, строительство у нас 480 миллионов. Строительства у нас не так много, но у нас основная там задача, это все-таки строительство дороги на Лузу. То есть 480, это у нас заложено на участок Апарин-Альмиш. И достройку участка Альмиш-Скребина. То есть мы сейчас говорим о том, что вот если помните фильм, да, «Ну, погоди», где волк на каток садится, каток разгоняется и съезжает с горы, и потом вид сверху по карте, да, идет дорога таким изгибом, а он соединяет напрямую через лес. То есть та же самая история, вы ничего не ремонтируете, а просто через лес там еще что-то прокладывается, трасса абсолютно новая. То есть я все время пытаюсь осознать ремонт и прокладка новой дороги, это разные вещи. Абсолютно разные. То есть все, вот это строительство новой дороги. Вот это строительство, да, это вот, то есть миллиард 200, мы определились с вами еще раз, это субсидии на дорожную деятельность в местных дорогах, да, понятно? Местные дороги, это муниципальные, да. 480, это новое строительство. И миллиард 120, это у нас содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Чего забыл? А, еще есть у нас капитальный ремонт. Куда-то еще потерялись. Куда-то еще потерялись. Куда-то 27 миллионов. Потерялись в миллиардах. И расходы по ГЧП 728 миллионов. Вот как раз 4 миллиарда. Ну вот смотрите, вот по всем позициям задавать вопрос, хорошо это или плохо, много это или мало, в принципе, наверное, будет не самая грамотная вещь, потому что вы уже сказали, для качественно большого, да. Вот это всего мало. И у меня вопрос. Вот это вот, вот эти три буквы, которые называете в конце, да, которые, расшифруйте мне их. ГЧП? Да, да, да. Да, государственная частная партнерство. Мы, вот на самом деле, вот, Лена Володя, мы в развитии государственного частного партнерства в рамках дорожного строительства впереди всей страны. Да ладно? Это серьезно. Вот тут недавно. Правда, не я, а Альберт Владимирович Запольский был на соответствующем дорожном форуме. И нас ставили в пример, что мы используем механизм государственного частного партнерства. То есть это привлечение денег частного инвестора или условно частного инвестора, которое потом компенсируется из бюджета в последующих периодах. Понятно. Но я-то понимаю, что именно в связи вот с этим партнерством вот сейчас правительство стоит в некой такой, знаете, ситуации, непонятно, в какую сторону бежать. Насколько я понимаю, было несколько предложений. Допустим, на мой взгляд, мы тогда обсуждали это в эфире, предложение, выдвинутое депутатом русских, оно звучало, ну, для меня, допустим, по крайней мере, объяснимо, внятно, четко, тем более, что ничего нового Дмитрий Михайлович не родил. Он использовал старые схемы, по которым работает весь мир. Потом были предложены новые схемы. И сейчас какие проблемы вот с этим? Предложение Дмитрия Михайловича сводилось к тому, что нельзя объявлять лоты по государственному частному партнерству, они на сегодня там единым лотом объявляются. Вот тут у нас в бюджете там 728 миллионов, это вот единый лот, да. Его предложение сводилось к тому, чтобы стоимость лота ограничить 60 миллионами. То есть поделить, то есть не всем лотом, да. И мы, в принципе, там, ну, конечно, поспорив, ну, скорее с этим соглашались. Я имею в виду правительство, департамент дорожного хозяйства. Но в конечном итоге законопроект Дмитрия Михайловича не прошел, а в первом чтении был принят законопроект Исупова-Сазонтовой. И Курашева. И Курашева, да. После которого, по-моему, все схватились за волосы. Отменить, да, вот эту форму государственного частного партнерства. То есть там, условно говоря, федерация считает этой инновацией, да. И насколько я знаю, и я в этом не ошибаюсь, то есть закон о государственном частном партнерстве внесен правительством в Государственную Думу. То есть вот сейчас там всем регионам рекомендовано использовать этот механизм на основании собственных законов. И правительство внесло законопроект о государственном частном партнерстве, которым точно подразумевается, что сами процедуры розыгрыша результатов или, вернее, там, предметов конкурсов – это полномочия субъектов. К сожалению, вот мне кажется, что депутаты немножко торопятся, когда пытаются отменить там вот эту форму государственного частного партнера. Ну вот смотрите, для меня, давайте будем переходить на более понятные, широкие аудитории, да, категории. Вот смотрите, вот есть «Автодор», да, и то, что вы сейчас говорите, ну, порядка 800 миллионов рублей. Вот это единый лот. По большому счету для потребителя должно выглядеть вот так. Вот эту дорогу можно отремонтировать в этом году, а можно в следующем. Вам как лучше? Нам? Нам хотелось бы побыстрее, конечно. Но вы же потребители. Нет, нам хотелось бы, чтобы... Нам хотелось бы, и мне хотелось, чтобы в этом. Мозги не потрясались. То есть, если мы используем механизм государственного частного партнерства, мы ремонтируем эту дорогу в этом году. В этом году, потому что, да, несколько человек, мы поделили лот, перераспределение денег идет, есть некие позиции, ну, я хотела сказать, убирается, отчасти убирается вот это вот самое плохое у нас, что у нас коррупция, а потом подумала, при делении, уменьшении лотов коррупция тоже никуда не пропадет, о коррупции не будем говорить. Ну, то есть, работает несколько бригад, которые и на Западе, и на Юге, и на Востоке, и все, вот они делают свое дело. Но тогда Автодор, получив, допустим, вот такой, да, получив такой заказ, выиграв такие деньги там, вот он, как он сможет распределить по такой огромной территории, допустим, людей, это придется либо увеличивать штат, либо что-то, как строительство субпабрия подряд. Мне кажется, что это не очень хорошо. Ну, вы знаете, у нас ведь, ну, по большому счету, Автодор, да, ОАО, то дорожное предприятие, которое создавалось там еще в советские годы. Ну, да, старожил такой, действительно, старожил, то есть, которое заточено под ремонт, под содержание всех дорог области. То есть, там заменить его, или там составить ему некую там искусственную конкуренцию, ну, достаточно сложно, хотя в некоторых районах области это есть. Это достаточно? Зуевский район, например, там Орловский район, где содержанием дорог не занимается ВИАТ-Автодор. Но грохнуть там, извините, там заражение, вот в этой ситуации ВИАТ-Автодор мне представляется совершенно неверным там решением. Хотя я там либерал, я сторонник, безусловно, рыночной экономики, безусловно, сторонник модели конкурентного развития экономики, но вот сегодня у меня решение о таком чистом запуске в рынок, оно представляется поспешным. Ну, вот смотрите, я же не говорю, что это все очень просто и легко, и вот так вот, знаете, раз ввели вот это, да, вот партнерство, ввели новые команды, там они работают, там, да, сравнение качества, ускорение сроков, некий, знаете, принцип такой, соцсоревнование появляется, да, о чем мы забыли там с 80-х. Но с другой стороны, вот опять же моя позиция, правительство области денежку получило и в свое собственное предприятие эту денежку вложило. И там можно как-то, вы знаете, вот как-то так. И все равно это денежка внутри себя и крутится. На мой взгляд, вот если бы я была бизнесмен, мне кажется, это выгодно, вот, мне кажется, это интересно. С другой стороны, допустим, правительство вынуждено, вернее, заинтересовано в чем? Быстрее, качественнее, да, дать попробовать многим. То есть это здравомыслие, вы сами сказали, что это современная, да, экономика. Вот как вам быть-то? Что вы делаете-то теперь? Ну, Лена, вот в чем с вами соглашусь, действительно... А так-то вы сейчас не согласны были. Да нет, да. Ну, во многом соглашался, хотя не во всем, но вот в данном случае действительно такая немножко неправильная ситуация, немножко советская, совковая даже. Вот, я же говорю, соцсоревнование напоминает. Совковая, да, когда подрядчик правительства, да, и заказчик. Правительство. Ну, тоже, по большому счету, правительство, да, когда мы там... Я одновременно должен заботиться о том, чтобы больше денег выделялось на... Дороги. На дороги, на дорожное строительство, на дорожные работы, да, и больше денег осваивалось, и вот то предприятие, которое их осваивает, его финансовое состояние, оно меня тоже волнует. Потому что это же государство. Я же говорю, у вас получается какой-то... Ну, а то есть у соседей такой ситуации уже практически нет. Мы там некий анахронизм в этой области, потому что, ну, там везде уже подрядчики частные, которые заинтересованы там в технологиях, которые заинтересованы в качестве. Они заинтересованы, давайте скажем конкретно, они заинтересованы в лидирующих позициях. Понимаете, когда ты делаешь качественно, ты делаешь качественно. А когда, понимаете, ты хозяин этих денег, и ты хозяин этих денег, которые тебе же передали, вот, тут, понимаете, тут, ну, сложно же, вот, ну, сделали плохую дорогу, весной ее смыло, ну, как же ты скажешь, да это я же негодяй такой, это я же, вот, плохо. Да нет, там сложно на самом деле, потому что, ну, там, следить за качеством, отвечать, потом нести гарантийное обязательство. Конечно, в том-то и дело. Еще перед самим собой. Гарантийное обязательство. Причем мы принесем их перед самим собой. Я про это вам и говорю. Что вот и выходит. Такая неправильная, неправильная, логически неправильная ситуация. Мы из нее пытаемся выйти, пытаемся акционировать «Авиат Автодор», и там, я думаю, идем правильным путем. И, конечно, будем его продавать, и будет шума так много, что, ну, не знаю даже, с чем сравнить, что тут самое большое акционировали. Кстати, вот про соседей у нас есть вопрос по СМС от Андрея, такой обывательский, обывательский такой вопрос. Как насчет других областей? Им больше дают на дороге? Потому что у нас они хуже в разы. Вы знаете, вот прежде чем... Можно ли? Политый каток. Да, это пройдет и степа стихи. Сегодня заезжаешь вот такие же колдобины, вот такое же вот вытряхивание мозгов и так далее. Дороги либо у нас лучше стали, и мы уже, понимаете, мы уже едем по одним и тем же дорогам, либо у них значительно уменьшились. Поэтому вот в свете вот этого мне бы хотелось сказать, мы сейчас не так плохи. К части надо... Как у нас обстоят дела все-таки? Я очень много езжу по дорогам области, не есть чем сравнивать, на самом деле. То есть у нас дороги точно сейчас не самые плохие, чем у соседей. То есть, ну, есть субъекты граничивые с нами, где дороги там на порядок в худшем состоянии. Костромские дороги, по-моему, до сих пор ругают. Это вы сказали. Это не я сказал. Забавляйте, а это было субъективно. Это было субъективно, да. Но есть дороги, где, конечно, больше выделяют денег, безусловно, и на содержание, и на ремонт. Вот трасса Киров-Перьма, она для меня самая показательная, потому что я много лет по ней езжу, и я помню времена, когда в районе Амутнинска на скорости 10 километров в час можно было смело обгонять фуры, которые шли там 3 километра в час. Сейчас такого нет. Ко мне здесь ребёнок приезжал, она села за руль, и мы поехали. Я ей говорю, Наташа, это не Москва, поэтому, пожалуйста, сбавь скорость, и представь, что ты стоишь в московской пробке, и именно с этой скоростью ты передвигаешься по Кирову. Ну и то она умудрялась влезать в ямы. Ну, я говорю, их стало всё равно меньше. И у меня, знаете, вот к вам ещё смотрите, какой вопрос. Вы говорите о том, что действительно качество дорог улучшается, о том, что есть финансирование стабильное, но его как бы мало. Скажите, вот недавно я посмотрела материалы и убедилась, что, по-моему, только сейчас впервые начали как-то членораздельно и внятно говорить, о том, что, собственно, дороги-то нужно и можно беречь, и очень активно. Я говорю о введении вот этого временного ограничения движения, по автомобильным дорогам, то есть, ну, весной это происходило всегда, но сейчас всё это очень чётко будет вот с грузоперевозками, да, то есть с количеством тоннаж там какой будет в кузове. То есть вот эта процедура сберегания дорог, да, то есть, ну, то есть наши поговорки, да, береги честь молоду там, да, там, ну, вот, то есть как бы... Ну, понятно, в каком направлении. Да, понятно, в каком направлении думы. Вот насколько эта перспектива убережения, уберегания, сохранения дорог получила сейчас движение вот именно в среде вот плохого качества. Вот смотрите, тут тоннажи, тут останавливаются какие-то приборы на автомобиле для того, чтобы определить, что весит, сколько весит. То есть я смотрю, вот, по-моему, впервые, впервые вот такой очень серьёзный подход. Или я что-то пропустила раньше? Ну, не впервые, то есть на самом деле мы с 2010 года там достаточно очень... Не достаточно, а очень серьёзно занимаемся этой проблемой. И поверьте мне, что служба весового контроля в Кировской области одна из самых серьёзных в Российской Федерации. И водители-дальнобойщики, уж поверьте, там моему, может, не самому компетентному, но точное мнение, что они тоже так считают. Что действительно, то есть мы создали такую службу и создали её очень эффективно. И, ну, понятно, что есть там всякие неприятные коррупционные проявления. Мы на вятке следим за весом. Везде. Ага, да, спасибо. Следим за весом. Спасибо, спасибо. Я понимаю. Это я, Володя. Да, во всём Володе виноват. Так, и у нас есть ещё 30 секунд. До перерыва. Да, у нас есть 30 секунд до перерыва. И у меня к вам вопрос. Вот скажите, есть ли какая-то статистика, ну, поскольку вы уже с 10-го года боретесь, да, за качество дорог, есть ли какая-то статистика на предмет того, что дороги стали лучше, они так стали ухудшаться? Какой-то итогов вот этой программе есть по сохранению дорог? Не зря эти акции проводятся. Мы точно не зря этим занимаемся. То есть была статистика в период с 2011-го на 2012-й, но у нас весна 2012-го была аномальная. И, к сожалению, там делать выводы, там она была очень многоводной, очень сложной по температурному режиму, то есть минус-плюс, да, очень скакал. И, к сожалению, там сделать вывод об ее эффективности, да, очень сложно. Но то, что она эффективна, это однозначно. А денег сколько собирается? Там достаточно... Ну, относительно дорожного фонда, это, конечно, копейки. То есть, если дорожный фонд 4 миллиарда, то мы тут собираем, не знаю, там около 4 миллионов рублей. то есть меньше одной десятой процента. Я не знаю, в принципе, но, наверное, это тоже... Цель не собрать деньги. Да, это же понятно. Хотя, в принципе, собственно говоря, и почему нет. Вот, хотя бы, чтобы уж разбили, так чтобы хотя бы вот хватило ваших денег на то, чтобы... Не хватит. Хоть как. Увеличивайте ставки, господа. С этими неприятными для водителей словами, с этими неприятными для водителей словами, мы уходим на небольшой перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Благо времени у нас остается, но вы можете все-таки дозвониться. Да, 708-502. 708-502. Звоните. Сергей Владимирович Черечков, первый заместитель председателя правительства Кировской области. И вот давайте еще вот последний у меня вопрос будет по дорогам. Скажите, пожалуйста, вот все-таки как оценивается, вот как вы сами оцениваете свою работу, на какую циферку от 1 до 5 положим? И почему как бы вот в этом году говорят, что будет меньше дорог отремонтированных? Это все вот в партнерстве, на партнерстве завязано или на чем-то другом? Немножко и денежек поменьше, и километраж вроде как уменьшается. Вот опять много вопросов у меня, и самое главное, что себе за работу поставить? С какого вопроса? А с какого хотите? Давайте за работу. Ну, сложно самому оценивать свою работу, но я бы себе поставил четверку, хотя с минусом. Или тройку с плюсом, да? Нет, я к чему, собственно говоря, юродствование такое, да, то есть правительство дороги, автодор дороги, все вместе, и вот попробуйте, теперь оцените. То есть как правительство отработало, как автодор отработало, такое, знаете, вот очень сложно. Поэтому, это хитрость у меня такая была. Ну, как бы население и люди, они там не очень различают три понятия, да? во-первых, внутри домовые дороги, которые к нам не имеют отношения, да? Потом, улично-дорожная сеть муниципальных образований, которая тоже не наша ответственность. А наша ответственность начинается там за границами уже там муниципальных образований. Ну, по большому счету, хотя есть там некоторые там исключения, но... Я предлагаю, так знаете, раз такая самая муниципальная дорога, значит, и какая-то такая граница, да, и может границу так написать. Не моё. Н-Ю-Б. Никита Юрьевич. На самом деле, как бы... Вот там моё, ругайте меня за это или хвалите меня за это, а это не моё. Это есть такие знаки, на которые мало кто обращает внимание. Граница ответственности. Как они выглядят? Этот участок дороги обслуживает такая-то организация. Видели? Нет. Плохо. Володя, а вы не обращали внимание? Я слышал просто о том, что зачастую бывают вот эти спорные территории, кому ремонтировать, либо дорожникам из одного района, либо из другого. Вот межрайонные. Таких знаков достаточно много, но просто... Не-не, надо почаще, чтобы знать, кого ругать. То есть едешь и предметно ругаешь определенную личность. Кто содержит. Нам показывают, что у нас есть звонок. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Вячеслав. У вас вопрос, Вячеслав? Да. Слушаем вас. Сергей Владимирович вот как раз сказал о весовом контроле, и в Советске я не раз наблюдал, машины стоят днём остановлены весовым контролем, битум, который везут для Автодора. То есть перевес по осям промышленность выпускает у нас такие бензовозы большие, а дорожные службы их арестовывают из-за того, что перевес. Вот как это можно объяснить, сопоставить, нельзя ли законы принимать такие, чтобы они соответствовали выпуску промышленности данных автомобилей? Сергей Владимирович человек, который законов не принимает, но вынужден за это отвечать. Замечания абсолютно справедливые. И те бензовозы, которые мазут или что там у нас, битумовозы, битумовозы, которые стоят, они действительно ждут окончания рабочего дня и наступления тёмного время суток, когда можно проезжать без весового контроля. И это плохо? Это плохо? С одной стороны разрушается с дороги, с другой стороны, а хозяину этого битумовоза, да, опять же, да, авиатка Автодор, вот, а нужно ему, а нужно ему терять денежки, извините, идёт, ну, половина машины там или ещё что-то, недогруз, а это финансовые потери. Недогрузов не может быть, бензовоз не может выходить незагруженный. Как быть? Как быть? Его надо полностью загрузить, водитель не поедет, полупустой. Вот так. Это уже безопасность движения. Ну, то есть, прав Вячеслав, то есть, действительно, нужны поправки в федеральный закон, который бы разрешали пропуск по дорогам и федеральным, и регионального значения автотранспорта, который перевозит как минимум, там материалы для ремонта дорог. Да, ну, это вот абсурд на самом деле, да, то, о чём говорит Вячеслав, абсолютно абсурд. Но таково федеральное законодательство. Ну, да, ну, в общем, спасибо за вопрос, но, в общем-то, я и говорю, что сегодняшняя тема о дорогах, она, собственно, строилась вот на этих абсурдных позициях, в которых мы, как пользователи, вы, как правительство, вынуждены существовать. К сожалению, всё это, на мой взгляд, это сырые такие, знаете, неоправданные какие-то вещи, которые надо очень быстро решать, но вы не законодатель, не законотворец на данном этапе, вы зампредседатель правительства, но я думаю, что депутат нас слышит. Итак, значит, вот очень коротко, в этом году, почему будет меньше дорог отремонтировано и будет ли? Потому что, вот я смотрю, СМИ говорят, дорог будет меньше отремонтировано. Ну, давайте там, то есть, если мы не отменим механизм государственного частного партнёрства, так, то отремонтировано будет приблизительно столько же километров дорог. Ну, это зависит от нашего ЗАГСа. Если мы, если мы, если депутаты всё-таки примут решение о внесении поправок в закон о государственном частном партнёрстве, то отремонтировано будет на 60 километров меньше. Я абсолютно ответственно это заявляю. Ясно. То есть, депутаты, начинайте думать, у нас есть звонок. Начинайте думать. Депутаты, начинайте думать конструктивно, и у нас есть звонок. Депутат, возможно. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Владимир Иванович. Владимир Иванович, вопрос ваш. Скажите, пожалуйста, вот Киров-Казань дорога, в прошлом году её вообще не ремонтировали. Только Угстинина сделали они, там страшная была дорога. И потом, даже когда её ремонтируют, то через год снова появляются трещины. Кто это делает здесь дороги? Вот, например, дорога на Почвамаш, там с какой-то сеткой была сделана, она рос сколько лет и хорошо терпит. А здесь дорога только отремонтируют. Зима пройдёт, трещины, ямы. Кто ремонтирует эти дороги? Киров-Казань. Ну вот очень хочется узнать, потому что... На самом деле, трасса Киров-Казань и Кстинина, это лишь маленький отрезочек этой трассы. Действительно, почему... Не, хотелось бы знать, почему весной дороги смывают у нас каждый год. Сергей Владимирович, как вам вопрос? Есть ответ? Ну, насколько я помню, там на основных участках этой дороги у нас подрядчикам авиатавтодор, на основных участках ремонта, и на содержание, а на содержание полностью авиатавтодор. Ответ тот же, но это не до ремонта прошлых лет. Там, к сожалению, ну вот, ну хоть как, вот я хоть там круговорот, сними пядей во лбу, ну хоть что там там подрядчика заставь, ну, за эти деньги не отремонтировать нам дороги. Хорошо, мы вас услышали, у нас буквально есть еще совсем чуть-чуть, и у нас еще вопрос, который как бы болит у многих. Давайте поговорим. На сегодняшний день существует уже три фамилии человека, который может быть в Совете Федерации вместо Журовой. Мы озвучивали эти фамилии, да, это Осипов, Кирочепетский химкомбинат, это Ивонин, глава... Спикер Заксобрания. Да, Законодательного собрания и Василий Суровев, первый секретарь Кировского рекотделения Единой России, ну это то, что вот о чем СМИ написали. Вот обозначили три фамилии. Газета Репортер уже совершенно четко и внятно сказала, в понедельник правительство нам доложит. Вот из того, что сказали, тоже очень много вопросов, доложит ли сегодня правительство. Вот, кто-то из трех фамилий действительно мы попали в точку, яблочко, вот на эту тему. Что у вас, Сергей Владимирович, можно нам сказать... Понятно, что можно сказать без комментариев. Да. без комментариев. Вопрос точно не моей компетенции, если только не рассматривать вопросы охоты. Так. Сегодня может быть названа эта фамилия? Ну, точно не мной, то есть она, наверное, может быть названа сегодня, но вряд ли мной, но... насколько я понимаю, там... Ну... Пули ложатся рядом. Ну, до конца недели. А, ну, то есть, да, то есть все так взялись, пошли, взялись за голову, пошли, задумались, потому что мы сейчас очень так приватно услышали, что мы, перечисляя фамилии, мы где-то попали. Попали немножко, да? Я этого не говорила. Я этого не говорила. Нет, 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 нет. Нет, про Пули, нет. Про Пули вы говорили, про фамилии вообще ничего. Вот. И скажите, пожалуйста, какими критериями пользуются, вот, то есть люди, выбирая нового назначенца, потому что, вот... Нет, критерий эти озвучены уже, это... Честность. Не более пяти, не менее пяти лет проживания, то есть хорошая... Репутация. Репутация хорошая и так далее. Это все имеет место быть, да? Согласно... Вот именно вот эти критерии. Ну, там самый сложный, насколько я понимаю, критерий, это понятие безупречной репутации. Безупречной, да. То есть, что это такое? Нет, ну, поэтому некоторые фамилии меня... Не был, не замечен. Да, поэтому некоторые... Есть ли выговоры, есть ли замечания по работе, это безупречная репутация. В связях порочащих его замечен не был. Я все время смеялась этой фразе в 17 мгновениях весны. Нам пора завершать. Потому что в связях не порочащих замечен был. Давайте озвучу самый популярный вариант ответа на наш вопрос. Ремонтировать дороги в Кировской области должны те, кто сделают качественнее 70 с лишним процентов проголосовоза. Молодцы. И это правильно. Сергей Владимирович, я думаю, что вы тоже присоединитесь, потому что нам нужны качественные рабочие руки и качественные дороги. Спасибо. Ну что ж, прощаемся. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова